здравствуйте дорогие друзья очень много вопросов вы задаете по поводу хвойных растений вот сейчас после зимы им как никогда будет нужна поддержка наша и грамотный уход потому что после зимы очень часто наблюдается такая картина что хвойные растения вдруг внезапно становится коричневыми хвоя сухая облетает и вот этот сухой веник конечно он портит вид нашего сада что делать в такой ситуации ну во первых я скажу что нужно выбирать устойчивые сорта и виды хвойных растений в средней полосе не все могут успешно зимовать но есть такие растения которые могут подгорать даже при своей устойчивости потому что у нас бывают очень сложные погодные условия например сильно промерзла почва долго не оттаивает а уже вот при такой солнечной погоде хвои активно испаряет влагу вот оно и получается обгорание то есть по сути дела это иссушение до хвоинки испаряют влагу а подпитки то нет от корней корни не качают влагу из земли вот для того чтобы потом восстановить лучше наше растение даже если случилось такое обгорание очень нужен грамотный уход и конечно какие-то подкормочки вот я вам сегодня хочу показать замечательное удобрение а называется она бона форты и в жидком виде его можно наносить по кроне по хвое это очень хорошо во первых это идет дополнительное увлажнение а во вторых а в холодной почве рано весной когда корешки еще не очень хорошо питают растения и качают влагу это называется физиологической засуха при холодной почве вот еще растения не начинают впитывать влагу мы можем вносить эти подкормки именно по кроне и знаете пожалуйста что хвоя очень хорошо впитывает все эти питательные вещества а здесь состав очень богатый здесь все написано на упаковочке и макро и микро элементы есть так называемые витамины для растений да и вот даже если обгорела хвоя то это не значит что приговор вашему растению подписан потому что очень многие хвойные культуры достаточно успешно восстанавливаются вот на нашей туи западной один раз было такое обгорание вот провели подкормки провели обильные поливы и наши то и восстановилась за один сезон то есть произошло очень хорошее обрастание новых веточек но вот как я уже говорю под кормочками чем хорошо это удобрение здесь а компания бона форта подбирает такой состав специальный для хвойных растений и микро и макроэлементы здесь таким образом сбалансированное чтобы вот именно хвойное растение поддержать после таких тяжелых условий еще это концентрированные удобрение посмотрите с какой насадочкой она и она растворяется в воде так вот смотрите какая удобная упаковка она подсоединяется эта бутылочка подсоединяется к шлангу и если у вас большое количество растений хвойных например у вас посажена декоративная зеленая изгородь много можжевельников или ту и представьте как это сложно что например нужно вам или ручным опрыскивателем работать или даже каким-то с нагнетающим давлением да но это все равно нужно дополнительно еще и еще растворять это удобрение потому что ну малого объема не хватает на большое количество растений здесь просто подсоединяется шланг и выходите по своим растюшкам опрыскиваете этим удобрением все очень очень удобно как здесь подключается есть летний ролик понятное дело что мы сейчас по снегу не будем опрыскивать да вот в летнем ролике очень все хорошо показано что действительно достаточно просто подсоединить этот шланг и будет очень удобное разбрызгивание конечно если с вашими растениями все хорошо то это удобрение тоже пригодится потому что она еще стимулирует рост веточек молодых она делает крону более зеленой яркой то есть вот эти хвоинки они реально приобретают более насыщенный цвет и вот если посмотреть после таких подкормок знаете такое чувство что растение прям светится как-то вот она благодарит очень качественное удобрение потому что компания бона форта она один из лидеров вот на рынке садовых товаров и именно в плане удобрения еще конечно же кроме вот такого удобрения существуют гранулированные удобрения наверное привыкли все им пользоваться и можно делать корневые подкормки кстати сказать и вот таким разбрызгиванием тоже можно под крону корешки поливать да то есть вы можете разбрызгивать именно на почву это удобрение а можно внести вот такие удобрения гранулированные это а пролонгированного уже действия хватает достаточно надолго ну и как здесь она вносится все опять же написано на упаковочке тоже богатейший состав макро и микроэлементов который подобран специально для хвойных культур я начала с того что говорила о том что надо подбирать устойчивые виды и сорта вот все растения которые не подгорают вы увидите на экранчике я списочком напишу те которые вот в зоне риска так скажем да это я назову несколько самых проблемных ну например ель коника она все время должна быть у вас укрыта вот не найдете что в следующем году она может быть не подгорит нет с ней все время такое случается поэтому вот на зиму и и пожалуйста закутывайте а после того как вы ее раскрыли вот первым делом давайте такую подкормку методом опрыскивание очень хорошо она воспринимает и вот елочка коника то относится как раз к тем хвойным растениям которые быстро восстанавливают утраченную хвою если хвоя пожелтела вот какой-то перчаткой вот так пройдитесь все эти старые хвоинки слетят и только быстрее даже будет обрастание новых веточек они такие зелененькие прям появляются быстро-быстро буквально в мае уже месяце кроме того если вы будете применять это удобрение как тут написано с нужной периодичностью у вас это елочка коника очень быстро даст вторую волну роста и практически к середине лета уже не будет у вас заметно что это елочка у вас пострадала кто еще может подгорать можжевельники мод могут подгорать у них не так быстро восстанавливается хвоя поэтому им особенно нужны вот эти подкормки и под корень можно сыпать и вот также опрыскиванием здесь производители рекомендуют что нужно опрыскивать либо после дождя когда растение хорошо напитана влагой тогда все питательные вещества еще лучше усваивается либо если стоит сухая погода а это у нас часто бывает очень весной да то есть мы думаем что вот снег напитал хорошо влагу а на самом деле вот в корне обитаемом слое очень быстро почва пересыхает лучше полить и потом вот подкормить этим удобрением тем более это относится гранулированным подкормкам там тоже нужно по влажной почве и потом еще с хорошим поливом чтобы быстрее растворялся это удобрение вот такие правила кипарисовики да там тоже они должны быть укутаны обязательно это же нужен им вот такой хороший уход спрашивают можно ли использовать какие-то обычные удобрения да в принципе можно дорогие друзья но я думаю если уж производители делают разные удобрения для разных культур то нужно пользоваться этим потому что там реально разный состав точно такое же удобрение в таких же бутылочках вы можете найти и для роз пожалуйста да еще вот чем хороша вот эта бутылка именно с эжектором она может использоваться повторно то есть у вас закончилось это удобрение для хвойных вы можете купить а такое же удобрение для хвойных без этой насадки залить туда и пожалуйста опять пользоваться подсоединением шланг можно залить туда удобрение для роз вот у меня 160 кустов и тоже если вот таким шлангом это по листочкам все подкормить но вообще это просто песня и очень приятно этим заниматься и не нагибаться и не бросать там это удобрение под каждый крышок то есть вот листочки и хвои они действительно очень хорошо усваивать такие подкормочки вот какая удобная бутылка такой эксклюзивный метод подкормки очень быстро очень удобно и самое главное эффективно потому что растение реально вот лучше выглядеть после этих качественных удобрений так что пользуйтесь пожалуйста почему я именно сейчас рассказываю про это удобрение когда у нас снег еще лежит а вот тает он очень быстро сейчас такие ручьи кругом текут что вот еще буквально неделя и от снега от этого ничего не останется и уже можно будет подкармливать а чем если у вас нет этого удобрения то я думаю что нужно сходить в магазин и его купить вот тогда ваши хвойные растения будут в полном порядке и вот что самое то главное еще дорогие друзья если мы за ними плохо ухаживаем мы что с вами привыкли подкармливать ну да какие-то помидорки огурчики баклажанчики то что нам дает урожай и без этих подкормок ничего хорошего мы не получим правильно а вот растения декоративные хвойные как то вот у нас растут и растут обычно а потом мы удивляемся что ах они подгорели а чё то они подгорели то а вот может быть потому и подгорели что были слабенькие а если будете вносить подкормки то все будет хорошо и можно будет не беспокоиться за своих войны растения у меня есть одна то я которую мы в этом году замотали для того чтобы она не обгорела у нас вот раскрывать я им ел буду после того как уже оттаяла почва и первое что я сделаю это конечно вот подкормлю этим удобрением ну а когда совсем почву уже будет мягкая рыхлая вот еще внесу под крону вот это гранулированное удобрение там гранулки белосерого цвета такого разбрасываются они просто под крону немножечко можно замульчировать или грабельками разрыхлить эту почву ну и все полив обычный вот так просто это все делается дорогие друзья всем желаю чтобы ваши растения хвойные были красивыми все четыре сезона правда некоторые у меня сейчас вот так глубоко под сугробами что их даже и не видно но им тоже нужны будут подкормочки чтобы они приобрели очень красивую окраску и вот это удобрение еще мне чем нравится она усиливает окраску то есть и зеленую делает более зеленый а если это растение у вас желтых хвой она и желтую сделает более насыщенным видите какая прекрасная вещь так что пользуйтесь этими хорошими новыми изобретениями и радуйтесь своим зеленым пушистым растением так что не может быть с вами